Ребята, вы уже оделись, собрались и взяли всё необходимое? Отлично! Про кастрюльки и сковородки не забыли? Ну что ж, замечательно, тогда самое время отправиться в кулинарное путешествие по нашей стране. С вами Роман Ладнев и секреты маленького шефа! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые необычные рецепты собраны здесь, в моём кулинарном путеводителе. Здесь они разложены аккуратно, по порядку. Вот, смотрите. И. Ивановская область. Л. Липецкая область. С. Ставропольский край. Осталось только выбрать, куда же мы с вами сегодня отправимся в путешествие. Я думаю, что этот выбор сделают мои помощники. Это Катя Зайцева. Ей 7 лет. Катя обожает рисовать и лепить из пластилина. А когда вырастет, она планирует стать ветеринаром. А это Лиза Верхорубова. Ей тоже 7. Лиза занимается ментальной арифметикой и боксом. И хочет тренировать дельфинов. Привет, девчонки! Здравствуйте! Привет! Оп! Хлоп! Привет, Катя! Привет, Лиза! Рассказывайте, в каких уголках нашей родины вам удалось побывать? На чём туда добирались? Я была в Крыму. Здорово! А где ты была? В Ярославле. В Ярославле. А на чём вы туда добирались? На машине. На машине. А на чём же нам сегодня отправиться в наше кулинарное путешествие? Давайте поколдуем, а? Да. Три-четыре! Крэкс! Пэкс! Пэкс! Нам билет в один конец! Крэкс! Ого! Ничего себе! Вот это мы наколдовали! Что же это такое-то, а? Ступа Баба-Яги. А-а-а! Точно! Это же Ступа Баба-Яги, а это Памело! Осталось только решить, куда же мы сегодня с вами отправимся. На запад, на восток, на юг или на север? А может быть, в сказку? Усаживайтесь поудобней и полетели! Спасибо, Ступа! Опа! Спасибо, Бабуся! Спасибо, Ягуся! Так, а куда же мы с вами прилетели, а? К сундуку. К сундуку, к волшебному сундуку. Что же находится в этом сундуке, вы знаете? Нет. Так давайте посмотрим. Давай. Открывайте, смотрите. Рассказывайте. Карты. Карты? В сундуке находятся регионы нашей Родины. Сейчас, ну гад, мы будем с вами запускать руку в этот сундук, вытягивать какой-нибудь регион, и именно в этот регион мы будем отправляться в наше кулинарное путешествие. Вот только осталось решить, кто же будет вытягивать регион. На Цуефа. На Цуефа? Да. Прекрасно. Давайте. Цуефа. Цуефа! А, отлично. Лиза победила, да? Ножницы показал. Открываем сундук. Ты только не подглядывай, давай наугад. Хорошенько перемешивай регионы и вытягивай первый попавшийся. И куда же мы сегодня отправляемся? И отправляемся мы с вами в Ростовскую область. А что такое Ростовская область? Это бескрайние степи, это широкая река Тон, красивейшая в нашей стране. Это казаки, которые очень хлебосольные и очень отважные. Друзья мои, ну а что еще вы знаете про Ростовскую область? Какой вот, например, здесь главный город? Ростов-на-Дону. Верно, Ростов-на-Дону. А кто знает, где находится Ростовская область? Кто может показать ее на карте? Черное море. Так, Азовское море. Ростов-на-Дону. Верно, Ростов-на-Дону. Клей веселого поваренка. Самое время отправляться в Ростовскую область. Полетели! Какой все-таки замечательный и удивительный аппарат. Ступа. Сама правит, сама летит, сама посадку дает, сама маршрут выбирает. Мы на ней еще полетаем. Ну а мы с вами в Ростовской области. Это самая настоящая казачья вольница. А про казаков говорят, как ложкой, так и шашкой, и за столом, и в сражениях гораст. А вы знаете какие-нибудь блюда ростовской кухни? Нет. Нет? Ну так я вас сейчас с ними познакомлю. Первое блюдо – это яхны. Это баранина с баклажанами по-казачьей. А это круглик. Это такой мясной пирог с петрушкой. Следующее блюдо – это кулеш рыбный. Кулеш готовят из пшена с вареной рыбой. Ну и последнее блюдо – это пирог походный. Готовить его весьма непросто. Сначала мясо начиняют чесноком и овощами, потом ставят его в духовку. Оно там томится, тушится, потом его достают и мелко-мелко нарезают. Раскатывают тесто, выкладывают мясо на тесто, перекладывают слоями с помидорами, с луком. Ну, а затем покрывают вот такой вот паутинкой из теста. И обратно отправляют запекаться в духовку. Это еще не все блюда донской кухни. Бесконечное множество блюд хранится в моем большом кулинарном путеводителе. Вот только вопрос – кто же будет читать первый рецепт? Я, я, я! Я предлагаю вам устроить настоящее казачье состязание. Для этого мы с вами отправимся в игровую полигели! Прямо реактивная ступа с турбонаддувом. Друзья мои, ну а мы с вами в Ростовской области, на Дону, на родине казаков. А казаки все споры привыкли решать в состязаниях. Предлагаю вам сейчас устроить маленькое состязание. Знаете, как называется наша игра? Камешки. Камешки, верно. Это старинная казачья игра. Заключается она в следующем. Перед вами стаканчики с водой и камешки. Ну, в нашем случае это не камешки, а вот такие вот теннисные шарики. Вам нужно закинуть камешки в стаканчики. Кто больше камешков закинет в стаканчики, тот и победил. Готовы? Да. Поехали. Ах, опять мимо. Ну что ж такое-то, да? Ну хоть один шарик попадет. Не торопитесь. У нас задание не на скорость. Ах, как, как. О-о-о-о! Ура! Первый шарик попал. Второй шарик попал. Что ж, один-один. У-у-у! Я тебя поздравляю. Лиз, ты победила. Тебе и выбирать рецепт нашего первого блюда. Отправляемся на кухню. Р-у-у-у! Бери кулинарный путеводитель, открывай его на букве «Р», Ростовская кухня. Выбирай блюдо. Я выбрал это вранчук. Замечательно. Обжарьте кусочки баранины и уложите их в горшочек. Добавьте нарезанный картофель, натертый морковь и корень пастернака, пряности и тушите 20 минут. Какое замечательное блюдо ты выбрала! Ставь кулинарный путеводитель на место. А я должен вам рассказать, что тавранчук или таганчук, как его еще называли, известен был на Руси аж с 15 века. Представляете, 600 лет этому блюду. Это старинное русское блюдо готовили в таганке. Это такой глиняный горшочек с открытым верхом. Собственно, поэтому его и называли еще таганчук. Но у нас это блюдо называется тавранчук. Давайте готовить его? Да. Овощи, салат и фрукты выставим на стол продукты. С чего мы начнем? Начнем мы, наверное, с мяса, правильно? Да. Мясо нам нужно натереть хорошенечко солью и перчиком, ну и специями. Вот вам мясо, вот вам перец, вот вам соль. Поперчить и посолить. А я пока разогрею сковородочку. Я должен вам напомнить, что пользоваться плитой дети должны в присутствии взрослых. Наливаем маслице. Так, этого достаточно. Ну вот. Сковорода у нас разогрелась. И сейчас мы будем обжаривать мясо. Выкладывайте, только будьте осторожны, потому что масло там горячее. Первый этап готовки мяса у нас запущен. Предлагаю ознаменовать это вот таким вот хорошим гудком в дудку. Переходим ко второму этапу, к нарезанию картошки. Вот вам картошка, вот вам ножи. Ну а я напоминаю, что пользоваться ножом дети должны в присутствии взрослых. Прошу, коллеги, нарезайте картошку кубиками. С картошкой мы справились. По-моему, самое время давать гудок и отбивать конец второго этапа. Отлично. Картошку пока положим в воду, чтобы она не потемнела. И мы переходим к третьему этапу, к нарезанию моркови. Ой, вот только у меня вопрос. Вот задачка-то, да? А что же из этого морковь? Это морковь или это морковь? Это. Ну почему-то вы решили, что это у нас морковь? Морковь оранжевая. Да, а вы знаете, что морковь еще бывает не только оранжевая? Оп, смотрите, какие бывают сорта моркови. Это какая морковь? Желтая. Желтая. Это? Белая. Белая. Это? Оранжевая. Оранжевая. Это? Фиолетовая. Фиолетовая. Ну а это? Красная. Вам нужно разделаться с морковкой. Морковь мы нарезаем пластинками. Сделать это очень просто. Сначала нарезаем морковь вдоль. Раз, два и три. Ну а теперь полученные вот такие вот большие пластинки делаем маленькими, тоненькими пластиночками. Главное не торопиться, я вам помогу нарезать морковь вдоль, а вы уж нарежете ее поперек. Молодцы, девчонки, замечательно. Складываем морковь вот в эту вот мисочку и переходим к следующему этапу, к пастернаку. А что же мы будем делать с пастернаком? Нарезать или потрем его на терке? Потрем, потрем. Замечательно. Лиза, тебе оранжевая? Какое есть правило при работе с теркой? Что пользоваться теркой нужно только в присутствии? Взрослые. А взрослые есть? Да. А кто? Катя или Лиза? Да, ладно, ладно. Кстати, о донских казаках. Вот вы знаете, что о донских казаках сложно очень много пословиц и поговорок. Давайте проверим, как хорошо вы их знаете. Я буду их начинать, а вы попробуйте их продолжить. И пословица первая. Терпи, казак! Атаманом будешь. Какие вы молодцы. Казак за казака. Горой стоит. Молодцы. Дон тихий. А слова о нем громко. Верно. Веселые привалы. Где казаки запевали. Где казаки запевали. Значит, казаки еще и что? Пели. Пели. Давайте попробуем что-нибудь такое протянуть, как казаки. Э-э-э-э-э-эй. Ну, давайте погромче, погромче грянем. Э-э-э-э-эй. Молодцы какие. Молодцы какие. Так, замечательно. Девчонки, а знаете такую пословицу? Один в поле... Не воин. А вот у казаков есть опровержение этой пословицы. И один в поле воин, коли по казачьи скроем. А как вы думаете, что это значит? Что казаки очень отважные и сильные, да? Да. Ну, как вы, справились с пастернаком? Натерли его на терке? Да. Берите дудки и объявляйте о завершении этапа пастернака. Мясо у меня тоже готово. Я его выключаю, снимаю с огня. И теперь будем выкладывать наши ингредиенты в горшки. Мясо в горшочке я выложу сам, потому что мясо горячее. Здесь нужно быть предельно осторожным. Мясо у нас в горшочках. Самое время закладывать картошечку и морковь. И переходите к пастернаку. Добавим по щепоточке пряностей в каждый горшочек. И накрываем горшочки крышечками. И отправляем в духовку на 20 минут. Духовка у нас разогрета до 180 градусов. Ну, а пока наш тавранчук запекается, у нас есть время, чтобы немножко поиграть. Предлагаю поиграть в старинную казачью игру «А ну-ка, отзовись». Сейчас я закрою глаза. Вы поменяйтесь местами. Я буду вам говорить «А ну-ка, отзовись». Игрок должен ответить, подражая какому-то животному. Ну, а я должен угадать, кто же это мне отозвался. Готовы? Да. Так. Закрываю глаза. Абсолютно честно. Ничего не вижу. Попробую кого-нибудь найти. О. А! А ну-ка, отзовись! Да. Ого. А ну-ка, отзовись ещё раз. Да. Это Мурка Лиза. Нет. Ой-ой-ой. Так, попробуем ещё раз. Поменяю с местами. Так. Сейчас поймаю кого-нибудь. А, поймал. А ну-ка, отзовись. Хрю. Хрю? Это свинка Катя. Да. Ай, да, я отгадал. Так, а ну-ка ещё разочек сыграем. А ну-ка, отзовись. Иго-го. Ха, это лошадка Лиза. Да. Да, я угадал. У-у-у, отлично. Наш тавранчук уже готов. И пора его доставать из духовки. Горяченький. Ох, какой аромат. Друзья мои, наш тавранчук готов. А готовили мы тавранчук так. Мы обжарили мясо, нарезали картофель, натерли морковь и пастернак. На дно горшочка положили мясо, сверху выложили овощи и тушили в духовке 20 минут. Сегодня мы вместе с Катей и Лизой путешествуем по Ростовской области. Только что мы приготовили первое блюдо. Называется оно тавранчук. Да, и у нас ещё есть немножко времени, чтобы поиграть и приготовить второе блюдо. Я предлагаю вам отправиться в игровую. А на чём мы туда отправимся? На ступе. На ступе, баба-яги. Мы полетели. Мы с вами на родине войска Донского. У войска Донского была своя печать. Владел ею атаман войска Донского. Он скреплял этой печатью важные документы. Предлагаю вам нарисовать свою печать и постараться объяснить, что же она обозначает. Вы готовы? Да. Берите фломастеры, рисуйте свою печать. Интересно, кто же какую будет печать рисовать? Всё. Ты закончила? Да. Сдавайте фломастеры. Ну а теперь рассказывайте о своих печатях, Лиз. Ростов-на-Дону стоит на реке Дон, поэтому у меня нарисована рыбка. Прекрасно, замечательно. Попробую разгадать, что же нарисовано на этой печати. Здесь солнышко, да, это символ благополучия. Здесь брокколи, это символ плодородия, богатства. Ну а Ростовская область, она очень плодородная и богата солнцем. Мне больше понравилась печать Кати, она больше отражает суть нашей программы и вместе тем рассказывает про Ростовскую область. Лиз, если ты не против, то победу в этом конкурсе мы отдадим Кате. Ты не против? Да, я не против. Тогда устроим аплодисменты. Давай, три-четыре. А нам самое время возвращаться на кухню. И Кате выбирать рецепт второго блюда. Открывай кулинарный путеводитель на букве «Р» и выбирай рецепт. Смокло из винограда. Разведите сахар в воде и сварите сироп. Обмакните в нём некрупные грозди винограда. Обваляйте их в сахарной пудре. И обсушите в духовке. Ставьте кулинарный путеводитель на место. Осталось только выставить на стол продукты, правда? Да. Ну а что для этого нужно? Поколдовать. Пожалуйста, прошу. Вода, сахар, виноград. Рома, ладни, будет рад. Ой, ничего себе. Какая интересная у вас считалочка-заклиналочка. Так, девчонки, с чего начнём? Предлагаю разделить виноград на грозди. Справитесь с этим заданием? Да. Выкладывайте грозди на красную тарелочку. И сейчас самое время заняться сахарным сиропом. Ставим сковороду на огонь. Ну а я не устаю вам напоминать, что пользоваться плитой дети должны... Только в присутствии взрослых. Молодцы, выучили. Сейчас мы высыпаем сахар на сковороду. Добавляю капельку воды. Этого, я думаю, будет достаточно. Беру лопаточку и непрерывно помешиваю. Пока наш сахар растворяется, предлагаю вам поотгадывать загадки. Тем более, что на Дону обожают специальные загадки-обманки. И первая загадка. Лишь только свет дневной потух, заухал на дворе... Сова. Сова. Килин. Но точно не петух. Под деревом четыре льва. Один ушел, осталось... Три. Осталось три. Почему это три, а не два? Три. Три. Ну правильно, четыре минус один получится, да? Получится три. Хорошо. И третья загадка. Она очень сложная. Нашел пять ягодок в траве, одну я съел, осталось... Четыре. Как четыре? Четыре. А, друзей угостил. Четыре. Ах, вы какие! Кто хочет помешать наш сахарный сироп? Я, я, я. Прошу. Тогда с тебя загадка. Только не обманка, а простая. Длинные ушки, серые лапы. Стеры, но не мышка. О, ничего себе, кто это? Мальчишка. Нет. Ушастый мальчишка. Нет. А кто это? Зайка. Зайка. Ах, Зайка. Ну что ж, хорошо, молодец. Лиз, ты хочешь помешать? Ну, давай. Мешай, мешай. Загадку загадай. Голубой аэропланчик сел на белый онлайнчик. Голубой аэропланчик. А, это почтовый вертолет. Нет. Нет. А что же? Стрекоза. Стрекоза? А, голубая стрекоза. Пока мы с вами загадывали и отгадывали загадки, наш сироп растворился. Очень осторожно переливаем его в тарелочку. Он горячий. Угу. Теперь аккуратно нужно макать гроздью винограда сначала в сироп, потом посыпать их сахарной пудрой. Ну, или можно их прямо там обмакивать. А вот затем выкладываем их на противень. Опускаем. Хорошенько обмакнули. Теперь обмакнули. Вот так, замечательно. И кладем. Вот такой вот у нас получается сахарный конвейер. А вы вообще сладкое-то любите? Да. Очень. Конечно, вы сладкоежки, поди, да? Да. Ну, а если бы вас попросили разработать сладкое меню, какое бы вы сладкое блюдо туда бы включили? У меня были бы шоколадно-мармеладные сосиски. Ух, ничего себе! Как сладко! У меня бы было из мороженого суп. Суп из мороженого? Да. Интересно, интересно. Из какого? Из шоколадного или из ванильного? Из любого. Хорошенько посыпаю наш виноград сахарной пудрой. Вы же у меня сладкоежки, правда? Да. И отправляю поднос в духовку, разогретую до 120 градусов на 10 минут. Ммм! Мы с вами готовим десерт, который называется... Смоква из винограда. Верно. А интересно, знаете ли вы, что это такое? Это инжир. Да, еще его называют смоква. А дерево, на котором растет инжир, называется смоковница. Ну, а что это такое? Не знаю. Похоже на мармелад. На мармелад? Это муру есть. Да, действительно, это мармелад. Но на Руси еще мармелад называют смоква. Ну, а это что такое? Похоже на мармелад. Наверное, тоже смоква. Да, это тоже смоква, но это смоква-пастила. Она раскатывается в тоненькие-тоненькие такие пластиночки и делают ее из слив. Ну, а это? Блинчики. Блинчики. Нет, это тоже смоква. Это такие тоненькие пластинки. Их делают из слива, из яблок, из киви. Вот такая вот пастилка-пластинка. Рецепты этих десертов, этих смокв, отличаются от нашего, но они не менее вкусные. Я думаю, что самое время проверить, как там наша смоква в духовке. Вот. Наша смоква немножко подсушилась. Теперь ей нужно дать остыть, и можно подавать. А готовили смокву мы так. Мы развели сахар в воде и сварили сироп. Обмакнули в нем некрупные грозди винограда, обваляли их в сахарной пудре и обсушили в духовке. Эх, как же мне хочется еще немножко полетать к ступе. Но, кажется, ступу пора возвращать, потому что ее заждалась хозяйка. Вы же не хотите, чтобы бабуся Егуси пришла к нам за ступой? Нет, нет. Никотик, а чего хотите? Попробовать наше блюдо. А я хочу показать наше поделок. Давайте, показывайте мне сначала ваши поделки, а потом перейдем к дегустации нашей смоквы и тавранчука. Что это? Это горячее блюдо. О, поносить. У-у-у, какая красота! Это прихватка! Ну, а что у тебя, Лиза? Простите, расскажите. Спасибо большое. Ох, как красиво, замечательно. Девочки, спасибо вам большое за ваши поделки. Ну, а у меня для вас есть тоже кое-что интересное. Это игровые наборы Эстабеллы. С ними вы можете почувствовать себя кем угодно. От портного до стилиста, от повара до продавца. Ведь Эстабелла – это удивительный мир игры, фантазии и воображения для маленькой девочки. Мы с вами сегодня путешествовали по Ростовской области и научились готовить собственными руками два замечательных блюда. Первое, которое называется... Тавранчук! И второе – это... Смоквы из винограда. Друзья, ну а если вы хотите стать участниками нашей программы, то нечего стесняться. Пишите нам по этому адресу, присылайте ваши заявки. Вам непременно повезет. Мы пригласим вас в гости. Будем готовить вместе. Пока!